Новосибирск В этом втором обращении, в этом втором своем видео обращении с Новосибирска, Сибири, хочу сказать пару слов о таком предстоящем празднике, потому что сейчас как раз сегодня последний день ноября и начинается декабрь месяц и в декабре, в самом начале декабря, конечно, по календарю православной церкви отмечается праздник Ведения. Я, конечно, уже говорил об этом не раз в предыдущих программах, говорил о том, что этот праздник является ложным праздником и ничего общего не имеющий, конечно же, с христианством и с действительностью христианской, но хотелось бы в этом году, в 2011 году, еще раз коснуться этой темы и я хотел бы сказать пару слов о том, что христианство сегодня православное и вообще мировое христианство на пороге величайшей реформации. И не только на пороге, уже вошло в реформацию. Моя мечта, чтобы и православная деноминация в целом вошла в реформаторское, в процесс реформации мирового христианства 21-го столетия. И, конечно, в этом процессе немаловажную роль играет именно освобождение, именно освобождение поэтапное освобождение церкви от многих лжеучений и заблуждений. Конечно, праздник ведения – это, думаю, шедевр, просто-напросто шедевр заблуждения, шедевр именно такой ереси, потому что на место Христа, на место Спасителя, по сути, ставится Мария. Я молюсь о том, чтобы и здесь в Сибири, и в Новосибирске, по всей Сибири, по всем этим необъятным просторам российским, чтобы в тысячах храмов звучала бы правда, чтобы не ложь, а правда. Пока, к сожалению, мои коллеги, священнослужители православных церквей и здесь, и в России, и в Украине, и в других странах бывших безбожного Советского Союза, говорят чаще всего ложь. Указывай на Марию, на Матерь Господа Иисуса Христа, называй ее Богородицей. И, конечно, кульминацией вот этого безумия религиозного является, конечно же, праздник ведения. И хотелось бы, чтобы люди в храмах, в первую очередь священнослужители, чтобы обращались не к Марии, не к Матери Иисуса Христа, а к самому Господу и Спасителю Иисусу Христу. Потому что написано, что ни в ком оно нет спасения, ибо нет другого имени под небом данного человека, которому надлежало бы нам спастись. И праздник ведения – это такой, как считается, один из 12 крупнейших праздников в году. Но, конечно, является праздник шедевром, я его часто называю так именно, шедевром религиозного мифотворчества. Потому что, ну, судите сами, те из вас, может быть, что не видели в прошлых программах эту тему моих, и, может быть, не читали или не смотрели мои лекции, то я вкратце обрисую этот праздник. По преданию, которое еще в средние века разрабатывалось религиозными этими сказочниками, мифотворцами, монахами, якобы Мария, когда еще была совершенно маленькая девочка, 3-4 годика ей было ей, якобы ее первосвященник вел во святое святых Иерусалимского храма. Якобы она жила там до 14 лет в этом святом святых, и ангелы питали ее. По другой версии, более современной версии, в которой держится традиционная, также русская православная церковь, чаще всего священники говорят о новой версии, но она еще более фантастичная. Якобы Марию выбили из святого святых в тот же самый день, а потом поселили ее при храме, и она каждый день, каждый именно день, ходила молиться, никуда бы то ни было, а именно во святое святых Иерусалимского храма. Конечно, это нелепость, конечно, это так не могло быть, просто-напросто и не было такого. И, конечно же, первые христиане ничего такого даже близко не знали. Больше того скажу, конечно же, как историк, я скажу, что как христианин, как пастор, как священнослужитель архиепископ Украинской Реформаторской Православной Церкви, я скажу, что больше того, что первым христианам даже и в ум не приходило молиться Матери Иисуса Христа, его друзьям-апостолам, кому-то еще. Система многобожия, вера в многих посредников, ходатаях якобы к Богу, дополнительных, помимо единственного и неповторимого посредника, первого священника Иисуса Христа, эта неправильная ложная вера, она формировалась в Византии, в Риме, уже в более поздней эпохи, ранее Средневековье. В общем-то, первое христианство первых трех-четырех столетий не знало этого безумия, и слава Богу. Господа, дорогие братья и сестры, сегодня время реформации, сегодня время освобождения. Я прошу подвязаться в молитвах, обращаясь как к православным священнослужителям, как к православным христианам, так и к священнослужителям других христианских конфессий, динаминаций, баптистам, писяльтникам, харизматам, адвентистам, всем верующим в единого Бога, Отца и Сына и Святого Духа, всем христианам разной динаминации, просьба молиться о реформации, как вообще в мировом христианстве, так и в частности в православной динаминации, в православии. Как представитель обновленческого движения православного, я, конечно же, как архиепископ именно обновленческой церкви православной, я, конечно, молюсь, в первую очередь, о реформации православной церкви. И, пользуясь случаем, в преддверии этого празднества, я хотел бы, конечно, попросить этих святых ваших молитв. Пусть Бог благоставит вас, дорогие друзья. Еще раз передаю привет вам с Новосибирска, со столицы Сибири. И хочу благоставить вас во имя Иисуса Христа, каждого из вас. Пусть Бог благоставит вас, дорогие друзья. И если вы традиционный православный или католик, то, может быть, вы молитесь Богородице, и, может быть, вас немного вот так вот, знаете ли, цепляет то, что я сказал выше, и вы, может, про себя думаете, Боже мой, а ведь я молюсь, допустим, Богородице, я же молюсь святым, что мне делать? Я просто умоляю вас, пожалуйста, не делать этого больше. Молитесь Господу Богу, никому больше другому. И моим напутствием таким будет, знаете ли, слово из послания апостола Павла, 1 Тимофея 2.5, написано, Ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Пусть Господь Бог благоставит вас во имя Иисуса Христа. Аминь.